Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. У нас сегодня будет с вами очень-очень важная беседа. Во всяком случае, она проходит в те дни, когда начался саммит мира, которого так долго ждала Украина и вся Европа. И мы сегодня будем много тем обсуждать с Евгением Савастьяновым, с человеком-легендой, с человеком, который когда-то возглавлял, был председателем КГБ, пусть как они долгое время, когда-то он был и начальником КГБ по Москве и Подмосковью, но также в свою пытность большая часть жизни его посвящена, конечно, вопросам борьбы за демократию в России. Он был заместителем главы администрации президента Ельцина. В общем, много у него было различных ампуа, много у него было различных ролей. И я рад вас видеть, Евгений Вадимович. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Кеданович! Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Спасибо за приглашение, рад с вами общаться. Друзья, перед тем, как мы начнем, я вас традиционно призываю подписываться на все наши YouTube-площадки и старайтесь как можно больше лайков и комментариев под наши беседы. Не забывайте, пожалуйста. Евгений Вадимович, сегодня начинается саммит мира. Это важное мероприятие. Его очень-очень долго планировали, ждали. Путин делает все возможное и делал все возможное, чтобы его сорвать, подорвать. Попросил даже помощи у Китая на этом направлении. Скажите, почему он так боится этого саммита? Я могу предположить, что боится не только он, что боится этого саммита Китай и боится этого саммита Гутиериш. То есть три фигуры, которые работают на срыв саммита, это вот Путин, Кси и Гутиериш. Генсек ООН. Да? Генсек ООН. Почему? Ну потому что будем называть вещи своими именами. Что такое саммит мира, который проходит в Швейцарии по инициативе Украины? Это попытка обойти ограничения, которые Устав ООН налагает на действия в отношении агрессора, обладающего правом вето. То есть фактически созывается альтернативная ООН-площадка, и это не может не вызвать ревности и вредности со стороны Гутиериша. Для того, чтобы лишить страну, обладающую правом вето, возможности безнаказанно хулиганики. А на сегодня мы видим, что из таких стран, обладающих правом вето, явный реваншизм демонстрирует только две — Россия и Китай. Вот что объединяет эти три силы в противостоянии проведению того, что сейчас принято называть саммитом мира. Он, правда, очень сильно, благодаря действию вот этих трёх сил, он, насколько я понимаю, очень сильно сократил повестку. Она сводится уже к более каким-то общим формам, но она, с другой стороны, её можно рассматривать как предпосылку к развитию этой инициативы дальше. Вот представьте себе, что подрывная деятельность не принесла бы никаких результатов. И тогда бы в Швейцарию съехались представители тех 160 стран, которые были изначально приглашены. А повестка дня фактически сводилась к тому, чтобы судить действия агрессора, подрывающего устав ООН, вынести в отношении него какие-то результивные предложения и впоследствии с ними идти в ООН уже, видимо, на Генеральную ассамблею. Тут, кстати говоря, у меня появились некоторые мысли, вообще как можно дальше развивать эту инициативу, но это, может быть, сначала надо дождаться её итогов. Но главная задача, я ещё раз повторяю, главная задача тех, кто противостоит проведению саммитом мира, это избежать внесения больших вопросов на площадки иных, чем ООН. Ну вот хорошо. Прямо перед саммитом американцы ввели санкции против России, против Мосбиржи, против национального депозитария, против огромного количества компаний и проектов газовых в том числе. Это подорвало в значительной степени, ну скажем так, финансовую стабильность, в всяком случае, на сегодняшний день. Некоторые банки даже в России взвинтили курс до 200 за 1 доллар. Путин занервничал, на ваш взгляд? Все были к этому готовы. Я не думаю, что это было какое-то неожиданное мероприятие. Вы знаете, я с 2014 года повторяю одно и то же. Ничто не приведёт к моментальному краху экономики России. Но с 2014 года Путин проложил дорогу к её постепенной деградации и археизации. Вот мы видим очень важный шаг в этом направлении. Уже у нас в глазах мелькают иностранные курсы валют, возможности спекулирования, неизбежного возвращения статей, связанных с наказанием за валютные спекуляции в будущем. То есть те, кто мечтал о возвращении в Советский Союз, наконец своего добили. Значит, при этом надо ясно понимать, что это резко ограничит возможность закупок по импорту иначе, чем в Китае. Потому что в России сейчас, ну я уже много раз повторял, Россия сейчас не имеет своей экономики. То, что мы называем экономикой России, по-настоящему является российской ветвью китайской экономики. Ну вот очередной толчок к тому, чтобы Россия не имела альтернатив в закупках. По другой стороне, конечно, и Китай вынуждена будет ограничивать, искать какие-то обходные манёвры для торговли с Россией. И даже в ЮАН. Потому что банки будут проводить… Необходимо отцепить те банки, которые работают в долларах, в евро, от тех банков, которые будут работать в рублях. То есть, видимо, надо создавать какую-то полуподпольную финансовую систему, потому что санкции будут и таращиваться. Мы не должны рассматривать санкции как завершившиеся процедуры. Они будут идти дальше, дальше, они будут выявлять всё новые дырочки. Эти дырочки будут законопачиваться. Россия всё больше будет погружаться в экономическую изоляцию. Поэтому не думаю, что Путин это напугал. Я думаю, что это был давно ожидаемый ход. Но то, что этот ход является очередным подрывом экономического потенциала России, её возможности и главного экономического суверенитета России, это важно. То есть, мы ещё раз должны ясно понять. Путин оторвал у двухглавого орла одну голову. То, что делалось со времён Алексея Михайловича, Европа и Россия сближались, Россия втягивалась в европейскую политику, всё дальше и всё глубже. Сейчас, обращено вспять, мы вернулись практически во времена монгольской Руси, когда центр находится где-то на Дальнем Востоке. Туда надо ехать за ярлыком на княжение, там надо получать разрешение на все крупные действия. Ну, в общем, экономически это очередной шагоградация, политически очередное унижение. Можно сказать, что это такой мощный, такой большой гвоздь в гроб режима Путина? Это сложный вопрос. Всё видите, гроб режима Путина, как вы элегантно выразились, он зависит от того, кто его принесёт. Если он будет доставлен физиологически, то вряд ли. Если он будет принесён кем-то из своего окружения, то вполне возможно. Вполне возможно. Потому что самым глупым людям становится очевидно, какой катастрофе, какой, я бы сказал, политической, экономической безнадёги Путин привёл в Россию. Да, в России пока всё хорошо. В России работают рестораны, ездят машины, светятся улицы, в отличие, кстати, от Украины. Всё, на первый взгляд, замечательно. Но деградация, она очевидна, с каждым шагом всё дальше и дальше. И там от товарного снабжения до возможности закупок станков, оборудования. Если бы не Китай, вот знаете, что может привести к немедленному коллапсу в российской экономике? Это Китай. Вот если представить себе на минуту, что СИИ встал на путь резкого ограничения отношений с Россией и присоединился к санкциям, российская экономика помрёт немедленно. Евгений Вадимович, Путин ведь кощей. Где игла с яйцом этого кощей? Ну, я думаю, и тут скорее двух зуб... Вот символом Украины является трезубец, а тут скорее двузубец. А может, всё-таки и трезубец. Значит, один зубец — это поражение на фронте. Серьёзные, по крайней мере, серьёзные военные неудачи. Я постоянно говорю, что коль скоро он провозгласил эту специальную военную операцию, то у неё он не может ни одержать победы, ни потерпеть поражение. В спецоперации таких понятий нет. Там ты либо добиваешься результат, либо не добиваешься. Итак, крупные неудачи в ходе военных действий. Первое. Второе. Обрушение, деградация экономики до того состояния, когда она... Ну, просто сделать жизнь людей невыносимой. Как это может происходить? Мы ясно понимаем, что такое работа сельского хозяйства России. Оно ведь добилось выдающихся успехов за последние десятилетия. Но за счёт чего? За счёт семенного фонда, покупаемого на Западе, за счёт микродобавок, покупаемых на Западе. Да, многое с точки зрения замещения в семеноводстве удалось сделать, но далеко не всё. Но сейчас это всё будет потихонечку-потихонечку убывать. Значит, товары будут исчезать. Люди начнут, в общем-то, понимать, что им жить всё тяжелее и тяжелее. Неужели будут пустые полки и дефицит снова? Со временем. Со временем. Потому что возможности для закупок по импорту будет всё меньше и меньше. Сейчас мы видим важный шаг в этом направлении. И обходить санкции будет всё тяжелее и тяжелее. А собственное производство будет сокращаться неизбежно. Тут будет скататься нехватка рабочей силы, отсутствие передовых технологий, да и даже, скажем так, удары украинских войск по нефтеперерабатывающим заводам в России. Кстати, вы знаете, что они засекретили информацию о количестве переработанной нефти, то есть о топливе? Я это вижу просто. Я слежу нефту и статистические, да. Вообще тут, надо сказать, очень забавно смотреть, как меняется статистика в разных отраслях. Ну да, сейчас это... А вы знаете, что самый лучший подарок это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И ещё много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А ещё там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и ещё много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим ещё. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Ну, вы, кстати, знаете, после того, как ударили американцы по Мосбирже, вышли и сказали представители Центрального банка, по-моему, или Министерства финансов, что вот у нас будет курс и рыночный, и управляемый. Представляете, какое новшество? И так, и так будут плясать. Значит, там будет огромное количество новшеств, пользование инсайдом, для тех, кто знает, какой завтра будет установлен курс, да, и вот эта маржа на разных курсах, и возможность доступа к валюте. Это, слушайте, на Советский Союз. Советский Союз во всей его красе. То есть Путин вернул россиян в самые худшие годы Советского Союза? Нет, гораздо глубже. Я же сказал, в монгольскую Русь. И с точки зрения институциональной, с точки зрения внешнеполитической он убирает Россию с мировой сцены. Он ещё там силится чем-то грозить, чем-то пугать, но Россия исчезает с мировой сцены. Вот смотрите, свежий пример, который мне близок просто по моей биографии. Армения фактически объявила о выходе из ОДКБ. Что такое СНГ и что такое ОДКБ. СНГ это был инструмент такого цивилизованного развода постсоветских государств, а ОДКБ это был скрытый механизм попытки России возродить империю. Так или иначе, привязать республики к себе. От ОДКБ потихоньку отпадают одни, государства другие. Вот сейчас мы видим пример Армении, которая 200 лет была пристёгнута к России в своей политике. И, кстати сказать, справедливости радио. В значительной степени в общем выжила и поднялась благодаря этим контактам. Но теперь всё, Армения от России отскочила. То есть вот это всё признаки того, что Путин, он как бы стирает Россию с мировой доски. Сейчас он, фигура ещё по стоку, поскольку его поддерживает Си. И Си поддерживает, конечно, и своих собственных интересов. Они понятны, они предсказуемы. И эта связка, конечно, не на один год. Тут надо ясно понимать это. Но так или иначе, субъектность России становится всё слабее и слабее. Евгений Владимирович, у меня есть несколько вопросов, что охватили такой пласт. По поводу ОДКБ и Пашиняна. Пашинян уже, премьер-министр Армении, сказал, что ненавидит Лукашенко. Лукашенко, он не поедет никогда в жизнь, он его не признаёт, потому что Лукашенко поддерживал военные действия с 2020 года в Карабахе. Но можно ли сказать, что Путин ненавидит Пашиняна и хочет, возможно, даже его ликвидации? Может быть, политическое слово? Несмотря на своё образование и внешнюю сдержанность, внутренне Путин довольно эмоциональный человек. Он склонен к таким эмоциям, которые, вы охватили словом, ненавидят. Меня, скажем, заставить ненавидеть человеку очень тяжело, по-моему, в жизни нет никого, кого бы ненавидит. А он гораздо более эмоциональный. Да, конечно. Почему? Во-первых, Пашиня своим успехом перечеркнул один из вариаторов транзита власти в России. Ведь в 20-м году один из вариантов транзита власти, ну, даже не в 20-м, а в 18-м году рассматривался переход к парламентской республике, Путин становится пожизненным премьером, а президент становится какой-то номинальной фигурой. То, что попытались делать в Армении, значит, карабахский клан, так называемый, и то, что привело к падению этого карабахского клана и к переходу к власти Пашиняна. Итак, пункт первый, значит, Пашинян перечеркнул. Второе. Пашинян просто требовал от Путина однозначной позиции, которая противоречила, ну, в общем-то, и даже интересам России. А Путин не любит, когда кто-то выходит из Павелии, тот, кого он считает низшим по званию, начинает чего-то от него требовать. Но в конце концов, Пашинян стал олицетворением демократических преобразований, которые Путин, ну, просто ненавидит, в силу того, что это условия его несуществования. Понимаете, при возвращении демократических основ Путин исчезает. Так что все оставания для ненавидения к Пашиняну у него есть, и он реально его ненавидит. Хотя надо отдать, тут надо сказать, что вообще история любит шутить. Вот одна из шуток истории заключается в том, что, может быть, последней значимой акцией Пашиняна является согласие Путину на бот войск в Казахстан. На помощь в Казахстан. Вот. А в результате руководителей и Казахстана, и Армении, ну, достаточно холодно относятся к Путину, Пашинян вообще отскочил в сторону, ну, а вот казахстан на подходе. Ну, видите, все-таки он считает, вот, Пашиняну проще. Ведь у ДКБ есть две группы государств. Значит, такие, как Беларусь, Казахстан граничат с Россией, а такие, как Киргизия, Джекистан, Армения с Россией не граничат. Им проще принимать решение. А вот что касается вот упреков Пашиняна в отношении Лукашенко, тут есть одна забавная деталь, касающаяся Украин. Дело в том, что еще в начале десятых годов или даже в конце нулевых годов армянское руководство тогдашнее, оно упрекало Россию за то, что Россия продает вооружение Азербайджану. А Россия возглавляла, ну а чего вы хотите? Ну вот мы продаем, да, ну и не мы продадим, так кто-то другой продаст. Ну вот, а уж как они будут использовать это оружие, это их дело. Ну мы, конечно, просим их там о чем, но в принципе как собственники оружия, они сами могут решать. И когда сейчас Россия выражает возмущение по поводу того, что оружие передаваемое в Украине теперь применяется по территории России, я всегда вспоминаю этот эпизод, когда сам Путин говорит, ну что, ну вот продаем оружие, ну будто они его принимают, ну что же, вот такая бизнес, ничего личного, только бизнес. Так что вот такая вот другая ситуация, конечно. Вот он обязан считаться с угрозой того, что Путин может что-то замутить, особенно территорию Северного Казахстана. Евгений Вадимович, мы сейчас продолжим, но перед тем, как мы перейдем немножко к другим вопросам, немножко к другим темам, я призываю вас, наши дорогие друзья, подписчики, зрители, подписываться на все наши ютуб-площадки Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, оставить как можно больше лайков и комментариев уже под этой нашей беседой и делитесь во всех возможных социальных сетях, это правда помогает, не забывайте. Евгений Вадимович, Путин приехал в МИД, посадил рядом с собой Лаврова и стал рассказывать и дипломатам, и силовикам почему-то, что он готов к миру, причем сказал, это будет уже не замороженный конфликт, это уже все, окончательный мир, но отдайте мне Донбасс полностью Запорожскую, Херсонскую области. Что это? Это он испугался удара по Мосбирже или ему что-то пришло в голову совершенно другое, под настроение. Я думаю, что он тут в какой-то степени пытается подыграть Китаю, который объявляет о том, что у Китая есть собственные планы проведения своей конференции, в случае, вот это уж будет настоящая конференция, там уж будут участвовать и те, и другие. То есть, я думаю, что это по ту сторону. Но, знаете, ведь возникает вопрос, а зачем нужны эти переговоры? Я сразу хочу сказать Александру Геннадьевичу, я ни в коем случае не хочу здесь высказывать свою точку зрения по поводу переговоров, потому что это исключительно право воюющего украинского народа решать, когда, в какой момент, на какие переговоры он будет готов. Не нам подсказывать украинскому народу, что и как делать в этом плане. Не мы сидим в окопах, не мы страдаем от отсутствия электричества, не мы вынуждены покидать дома и так далее. У меня просто результат на этот счет. Существовали Будапештские соглашения, существовали двусторонние соглашения России и Украины, гарантировавшие территориальную целостность. Большой договор. Да, там масса, там договоров наверное с полдюжины было разное. А зачем подписывать новый договор, если как бы использованный клочок туалетной бумаги выброшен на все предыдущие? Понимаете, ну где гарантия, что не будет выброшен как предыдущий и новый договор. Вот я, честно говоря, ну как некий инструмент для прекращения, приостановки военных действий я это еще понимаю, но относиться всерьез к любому соглашению, которое будет подписано с Россией до возвращения границы начала 2014-го года, ну просто бессмысленно совершенно. Вот интересно, все договоры есть. Соблюдайте те договоры. А если вы не соблюдаете те, какая надежда на то, что вы будете соблюдать новый? За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать. Все. Евгений Вадимович, можно ли сказать, потому что мне представляется, что это такая ошибка многих аналитиков, которые считают, что Путину сейчас выгодно останавливать войну или ставить ее на паузу. Можно ли сказать, что Путину наоборот нужна постоянная война без какой-то победы или поражения по той причине, что пока идет война, он жив. И его режим живой. Вы знаете, я не думаю, что режим критически зависит от того, есть война или нет войны. Больше влияния может оказать серьезные неудачи. Уже говорил об этом на фронте. Сейчас эта тема актуальна по двум причинам. Даже, опять-таки, по трех. Значит, подорвать начавшийся самим в Швейцарии дать возможность своим симпатизатам, высказывать альтернативную точку зрения, поддержать инициативу Китая, которую я лично вообще понять не могу, почему заключается план Китая, кроме того, что там содержится набор в общем-то благих намерений. Там часто говорится обложение территориальной ценности Украины. Вот. Ну, а в-третьих, мы все должны ясно понимать, неожиданно для Путина вдруг в США был принят закон о законы о военной поддержке, о финансовой поддержке Украины, Израиля, Тайвана. И ситуация на фронте будет меняться неизбежно. Более того, сейчас европейцы сказали, что Путин должен 500 миллиардов долларов, и они заморозили из замороженных средств активов российских будут давать процент Украине, 50 миллиардов уже на подходе будут. Да, на несколько лет растянуто. Не то, что это чеком выделили. Вот. То есть, понимаете, ведь еще в середине апреля он был убежден, ну все, ну пусть побаравтается Украина, да, американцы денег не дадут, оружия не дадут, там скоро все поменяется, но сколько они смогут сопротивляться, а мы их будем бить, 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 тяжелые бомбы будут прилетать все дальше, глубже, ну мы будем чувствовать себя замечательно. И вдруг Майк Джонсон, вот это, я говорю, абсолютно киношный сюжет, как человек... Витер Конгресса, нижние платы. Вдруг он меняет все, вот в какой-то момент он приходит к выводу, что он как христианин, глубоко верующий, евангелист, он не может продолжать играть в политические игры, но это такое преображение человека, это абсолютно художественный сюжет, абсолютно. И он ставит перед фактом всех. И вдруг Путин понимает, что ба-бам, дали по зубам, деньги пошли, оружие, а тут еще мало того, что оружие пошли, они еще начинают снимать ограничения на применение оружия. Поглядели на это бомбежки Харькова, да, начинают снимать ограничения на применение оружия. Ну, вы поймите, что вот эти удары по двум станциям системы предупреждения ракетного нападения в Армавире и Ворске, это уже, честно говоря, я считаю это неким хулиганством, потому что тут уже полезли вопросы глобального стратегического баланса. Украина, ну, не Украина, Украина, как я понимаю, не берет ответственность за эти удары. Вот какие-то местные хулиганы они взяли и, значит, подорвали вопросы уже глобального стратегического баланса. Ядерного оповещения вы имеете в виду, ядерных ударов. Да, ведь это две единственные станции оповещения на юге европейской территории. То есть весь южный фланг, там, узков из Средиземного моря, из Красного моря, он с точки зрения СПРН не прикрыт оказался. То есть если сейчас пустят по Путину ядерную ракету, Путин ее не услышит и не убивает? Вообще давайте прекратить. Я прошу вас, мы-то хоть с вами давайте не будем присоединяться к этому. Я ненавижу эту тематику, потому что в России есть люди, которые раздувают очень интегривы. Это совершенно преступная аморальная деятельность. Я все время говорю, вопросы ядерного штатажа надо снять вообще. Он не должен быть предметом обсуждения. Но факт есть факт, что там же был такой случай, главным конструктором этой системы предупреждения ракетного нападения, ее наземной части, является такой Сергей Федорович Боев. Буквально в день его юбилея произошло очень нелюбопытное событие. Израильтяне проверяли работу своего железного купола, причем хотели сделать это тайно. И в Средиземном море они запустили ракету мишень и ракету переходчик. И убедились в том, что баллистические ракеты средней дальности могут переходить. Но хотели это оставить в загашнике. А вот эта система, эти радары Воронеж за высокой заводской готовности, они ее засекли. И прямо в день рождения, в юбилея Войва получен такой подарок, выдающийся успех с точки зрения выявления возможностей этой системы. А тут ба-бам! И обе станции парализованы. Это конечно очень серьезное событие с точки зрения глобального военного баланса. А здесь как факт мы имеем возможности Украины носить удары все дальше и дальше. Понятно, что лыка простая. До сих пор российские войска могли свободно группироваться, готовиться, складировать вооружение, амуницию прямо фактически в нескольких километрах от границы, пользуясь тем, что Украина не может наносить туда удары. Теперь может и по инерции да и сразу же не уберешь все, под удары попадают колонны беспечно движущиеся вдоль границы с Украиной, попадают склады уже заготовленные там, которые не успели вывезти. Ну, вывезут дальше. Но они будут законной целью, значит, и дальше будут бить по ним и так далее, и так далее. сейчас есть средства поражения на 300 километров. А как вы думаете, придет момент, когда все-таки разрешат американцы бить и по Москве? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Зачем бить по Москве? Понимаете, если я правильно понимаю логику Украины, она не старается бить по городам. Она старается бить по военным объектам с минимальным ущербом для гражданского населения. Это не касается объектов гражданской двадного назначения, критической инфраструктуры, как принято говорить. Вот мы с вами помянули заводы. Ну, поскольку Путин постоянно говорит о том, что, скажем, электростанции, трансформаторные станции являются объектами, по которым бить можно, от оконцов Украины могут сказать, ну, вот тут мы должны согласиться с Владимом Владимировичем и последовать его советам. То есть такая возможность, конечно, существует. Но бить по Москве, как по городу, я думаю, Украина не будет. И туда же ну, табу будет абсолютно. Слушайте, я вот вспомнил в контексте этих вопросов про деньги, про Мосбиржу. Вы же помните намного лучше, чем я, эту ситуацию 90-х, там, конца 80-х, 90-х годов, когда ни с того, ни с сего, все вкладчики лишились всего в российских банках. Это было в истории Советского Союза много раз. А сейчас повторится, на ваш взгляд? Они же уже ставят ограничения на вывод денег, уже дорожают вклады россиян. Люди лишились своих валютных вкладов уже давно. Значит, уже давно наложено ограничение на пользу этих валютных вкладов, на их вывод со счетов, там, можно их перечислять и образуют в рубли и так далее. Ну, да, людей ощипывают, ощипывают, там, потихонечку проводится одна экспроприация за другой. Они имеют пока технический характер, но это, тем не менее, экспроприация. То есть, можно сказать россиян, что денег ваших уже нет, их уже забрал Путин? Да, ну, частично. Он их пока не забрал, он их сказал, что, вы знаете, мы берем ваши валютные вклады, вы можете ими пользоваться, значит, преобразуя их в рубли по валют, по рыночному курсу. Теперь нет рыночного курса. Теперь, значит, он говорит, мы теперь ваши вклады будем вам позволять превращать в рубли по курсу, который я установлю. Какой курс я установлю, это зависит от меня. Да, скорее всего, он будет установлен к выгоде для государства российского и к невыгоде для народа российского. Это же понятно. То есть, нет, экспроприация осуществляется, она осуществляется за счет инфляции, она осуществляется за счет игры на курсах. В принципе, Россия уже несколько лет живет в режиме такой вот валютной изоляции. Народ России валютно ограничен. Евгений Владимирович, а зачем Путин нарисовал свое генеалогическое древо на Питерском международном экономическом форуме и выставил своих дочерей. Мы с вами, кстати, говорили не единожды о том, что он как-то стал активно пиарить своих дочерей, Марию Воронцову, Катерину Тихонову, младшую, хотя ранее он называл их вот эти вот женщины какие-то там. Что вдруг произошло? Неужели передавать власть собрался? Да, конечно. Конечно. Ведь поймите, что Путин за эти годы, за годы своего правления, за четверть века своего правления, он переместил Россию в метацивилизацию догм. То есть в те страны, где запрещена конкуренция идеи, где запрещена конкуренция политики, где все должно быть подчинено одной догме. Вот Россия догм звучит так. Есть царь Путин, ему подчинено все. Ему можно все. Это такая абсолютистская система, он вернул Россию глубоку вспять в этом плане. Но в этом метацивилизации стоит всегда вопрос о наследовании власти потомками. Там нет вопросов демократического избрания. Там, как правило, в качестве промежуточного взгляда используется механизм кооптации, а потом происходит все к механизму просто наследственного управления. Сейчас мы, кстати, наблюдаем такого рода трансформации. Если говорить об оси этих государств Россия, Китай, Северная Корея и Иран, то мы видим, что к династическому наследованию давно перешли в Северную Корею, а сейчас мы наблюдаем это в Иране. Мы видим, как отбор кандидатов президента допущен сокращается. Он уже сокращен до 10 человек и самое главное там отодвинутые очень серьезные персоны. Райси, например. Ахмадинижад. Ахмадинижад. Самая яркая фигура. Он отодвинут эту часть выборов. Зачем? А затем, чтобы Хамине пытается своего сына протащить на пост Рабаха. То есть главная фигура Си как самый молодой в этой системе персоналистской власти еще к этому не подошел. Но Путин подошел к вопросу, когда ему надо думать о передаче власти по наследству. Я говорю о том, что главное, что теперь ему осталось сделать, это женить одну из дочерей на каком-нибудь хорошем силовике, которому доверяют, скажем, на Дюмине. Вот если такой брак состоится, а тогда вот это будет означать, что династическая ветвь построена. Может быть, для этого Путин Дюмина, своего бывшего охранника, адъютанта, перевел обратно в Кремль? Ну, вообще, Дюмин сейчас занял исключительно мощную аппаратную позицию. А вы думаете, кстати, вот эти силовики, которые были вокруг Патрушева, теперь они вокруг Дюмина сплотятся? У Дюмина появилась мощная, появились мощные аппаратные рычаги. Он, во-первых, надо отметить некие, ну, это такая, не революция, конечно, но это существенные изменения внутренние в администрации президента, то есть в главном центре политической жизни России. Целый ряд помощников получил теперь свои управления аккуратовством, что поднимает их до уровня заместителей. помощники стали де-факто заместителями руководителя администрации. Раньше должности помощника и руководителя управления совмещали два человека, значит, это вот по линии государственного права управления и по линии управления кадров. А теперь, значит, создаем мореплавательное управление для Патрушева, чтобы у него был свой аппарат. Адюмину передали оборонку и госсовет. А? Адюмину передали оборонку и госсовет. Вот. Адюмину передали введение аж два управления, что обозначает его не просто как шефа управления, а как куратора, заместителя, руководителя администрации предел. К этому еще он возглавляет, ну, является секретарем госсовета. А госсовет, он и был создан как конституционный орган. Он же конституционным органом госсовет стало только в 20-м году. Как политбюро, условно. Это вот была такая вот... Нет, понимаете, все-таки при всем при том существовало коллегиальное управление в Советском Союзе. Как там не вешали ордена и медали золотые сабли и всяких там прочие царства на Леонида Ильича, но будем откровенны, серьезные вопросы по существу всерьез обсуждались в политбюро, где такие люди как Суслов, Устинов, Косыгин вполне могли высказывать альтернативную точку зрения и спорить с ним. Тот же Андропов, скажем, был пониже этажом. А вот эти, да, эти зубры, они могли с ним дискутировать вполне свободно. Вот. А, конечно, никакого политбюро сейчас нет. Есть самовласти Путина, но но им создано вот мы упомянули, что Пашинян подорвал один из вариантов транзита власти, а ведь Госсовет как конституционный орган был создан Путиным как второй механизм транзита власти, в котором он предполагал возможность переноса всех основных политических решений, а себя поставить в главе. Оставить в главе как при номинальном президенте. Дюмин, может быть, в какой-то момент может стать временным преемником? Он может стать просто преемником. Почему временным? Все в этом мире временно, но преемником он может стать. И его позиция в этом смысле обозначена. Он побывал в Министерстве обороны, заслонял своим телом Путина, он побывал руководителем региона, побывал в качестве руководителя спецназа, службы специальных операций. Теперь он возглавляет орган, в который по должности входят практически все ключевые фигуры российские. Ну вот смотрите, одна из ключевых фигур, новоназначенный министр обороны Андрей Бивоусова, о котором мы уже с вами не раз говорили. Оказывается, и это не мои данные, а это обнаружили журналисты-расследователи Ходорковский Лайф, согласно данным этой почты, которую они прошерстили от ИДУ, и неважно, как они получили эту почтовую переписку, это уже второй вопрос, но согласно этим данным, у Бивоусова очаговое поражение мозга, он сидит на трактверизаторах, и более у него еще и биполярное расстройство. Такой себе министр обороны инвалид. Это страшно, правда, министр обороны инвалид в Российской Федерации? Я думаю, Путин об этом знал, и силовики об этом знали, и поставили. Не думаю, что он в этом плане сильно выделяется на фоне остальных. Великим умом никто не отличается. Вы думаете, и у Путина очаговое поражение мозга? Да, как говорится, есть оно или нет, но мы видим, что без всяких поражений можно принимать совершенно глупые решения, понимаете. То есть, ну, болен человек, что сказать, ему, перед ним стоит задача попытаться ограничить воровство в Министерстве обороны. Ну, вот посмотрим, помешает ли. Ну, конечно, человек очень своеобразно. Но мы таких, кстати говоря, вот я когда посмотрел там некоторые фрагменты его биографии, я сразу вспомнил бывшего министра обороны Родионова Игоря. Да, да, был такой. Да, у него в комнате отдыха, значит, у него одна стена была покрыта стеллажами с коллекциями американского джаза, он был большой фанат поклонник американского джаза, но другая стена была сплошной аналой, там, иконы, хоруби всякие, так далее, так далее. есть люди, у которых вот бавка к сожалению, понимаете, в чем проблема. Российское руководство сегодня комплектуется не по принципу соревнований, не по принципу отбора компетентности, не по принципу отбора опыта, знаний, ума, а по принципу вот на меня упал глаз государю, я фаворит, не упал, я не фаворит, ну это вот как горе от ума описано, на кухне ему случилось соступиться. Евгений Вадимович, еще один вопрос, связанный, кстати, непосредственно с Министерством обороны Российской Федерации, но немножко с обратной стороны. Началось расследование следственные действия СК начал, Следственный комитет Бастрыкина в отношении брата Максима Галкина, Дмитрия. Там различная какая-то очень странная ситуация, непонятно за что они, какая реальная причина, почему они начали это все расследование, но обнаружилось, что человек, сотрудничая с Дерипаской, поставляет, вот имеет во владении несколько предприятий оборонных и поставляет БТР, боевые машины Министерства обороны России, Росгвардии и МВД. Какой милый человек. Как вы к этому относитесь? Вот для меня это поверг в шок на самом деле. Понятно, что там родители не отвечают и брат за брат, и мы не знаем на самом деле, или может быть это все выдумка там, но Следственный комитет работает, как вы видите. Ну, я тут не обращаю внимания на фамилию Галкина или Палкина, или Малкин, как там, помните, Ильфа и Петрова. Вот, а речь о другом. Ну, есть вот какой человек, который владеет предприятием поставляющим военную технику. Вполне возможно, что к этой военной технике есть серьезные претензии. Вполне возможно, что когда стали копать, ну, Белоусов пришел, ему же, конечно, принесли материал, весь материал, который только может. То есть это Белоусов накопал на Галкина? Не, не Белоусов, а Белоусов просто принесли материал. А сейчас же идет активная национализация производства активов. Ну, естественно, если человек можно национализировать под таким предлогом, почему бы и нет? Если уж макаронные фабрики национализировать, я сразу подумал, не потому ли, что с советских времен диаметр макарон был 7,62, значит, чтобы легко было переходить на производство военной продукции в нужный период времени. Может, именно поэтому макаронные предприятия в России снова ввели в государственную собственность, чтобы мобилизовать их для производства патронов. Ну, а здесь мы уж если макароны отобрали, то отобрать заводы по производству БТРов, ну, это, понимаете, специальный удар, словно по Пугачевой, да, по Галкину, на ваш взгляд. Ну, я не знаю, какие у них отношения между ними. Вполне возможно, они вообще не связаны никаким образом. Наоборот, скорее всего, брат, как производитель техники, выступал на всяких формах, осуждался его брата, который занимает неправильную политическую позицию, вообще предатель, резьбу и так далее. и так далее. Ну, это частный случай, я как-то даже не обратил на него внимания. А вот я обратил на другой случай внимание, потому что Владимир Путин ни с того ни с сего заявил, что сделает, он проведет закон отдельный для того, чтобы некоторые российские олигархи, которые получили собственно с 90-е годы, смогли себя защитить. Но они должны быть лояльны. И вот Путин будет определять, лоялен или не лоялен тот или иной олигарх. Что означает быть лояльным олигархом во времена Владимира Путина? Выполнять приказы Путина, отдавать деньги Путину, складировать их по указу Путину в нужных местах, финансировать те или иные операции по указу Путина. Ну, что значит? Признать, что это уже не мои деньги, а деньги Путина. И я не собственник, а я богатый раб, распоряжающийся по указу Путина тем или иным вещам. А можно ли сказать, что Владимир Путин самый богатый олигарх в России? Ну, можно сказать, что Сталин самый богатый олигарх в Советском Союзе. Можно, конечно, ему принадлежал весь Советский Союз. Да, и Путину принадлежит вся Россия. Можно, да, но может ли он пользоваться этим? Ну, знаете, ну, что он может сделать? Он не может поехать, как и раньше, вот он же любил отдыхать в Биорице, да? Да, Березовский переучил. В последнее время не получается его съездить в Биорице, понимаете? Вот, он мог летать на хороших самолетах, теперь не сможет летать на хороших самолетах и так далее, и так далее. То есть, в конце концов, он мог выступать на формах, мог встречаться там с видными людьми, и теперь не может. Ну, да, он, у него есть все в России. В России все принадлежит ему. От людей до земель, от станков до предприятий. Ну, и что толку? Человек, который гуден от власти в 2008 году по-настоящему, а не в шутку, мог бы сейчас быть одним из самых уважаемых людей в мире, одним из самых крупных политиков, которым, значит, может быть, там, то было бы даже крест-эген Секу. Его репутация к концу 2008 года была очень высока. Он все испортил. Испортил, пустил на сварку всю свою жизнь. Может быть... А вместе с ней жизнь и России, и Украины... Может быть, прав Валерий Дмитриевич Соловей, который говорит, что Путин в холодильнике, а двойник управляет всем. Может, это не Путин все делает? А Си Цзиньпинь сидит и подливает чай двойнику. Знаете, я... Ну, у каждого человека своя манера зарабатывать ножи и вести все. Если бы Валерий Дмитриевич Соловей хоть раз опубликовал установочные данные на этого двойника, где, когда родился, вырос, какую школу окончил и так далее, и так далее, ну, тогда можно было поговорить. Слушайте, но ведь у Сталина на самом деле двойники были. Это вот доказанный факт. У него было то ли двое, то ли три двойника. Скажите, ни одного двойника Сталин не выпускал как политическую фигуру на сцену. Господь свалил. Люди внешне похожи, чтобы пулю словить в нужный момент, были. Да, но никогда дублер Сталина не вел заседание правительства. Ну, а у Путина, если серьезно говорить, есть вот такие дублеры, которые могут... Есть дублеры внешне похожи, да, только для того, чтобы исполнять функцию прикрытия. Да. Эта неделя ведь она чем еще интересна? Она интересна несостоявшимися событиями. А несостоявшиеся события это новые посадки в Министерстве обороны. Вот они как по щелчку начали, да, посадки, так по щелчку окончились. То есть вот такая компания запущена была и резко оборвала. Почему? Ну, видимо, потому что, значит, поняли, что нельзя перегибать палку, что генералитет зашевелился и может так загнать его в угол, когда он будет вынужден идти на какие-то совершенно радикальные шаги. Тут я возвращаюсь к вашему вопросу в начале нашей беседы о Ларце. Ларец известный, где может лежать. Вот. А второе пока что несостоявшееся событие... У генералов. У генералов, да? Нет. Второе несостоявшееся событие это то, что в понедельник так истек срок, в течение которого президент США должен был представить Конгрессу свое видение победы Украине. Пока это не представлено. Ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы это было представлено. Я могу понять, что, значит, нужно еще провести встречи с Зеленским, поговорить, обсудить. Ну, вот я так понимаю, что самое интересное, что нас ожидает в ближайшее время, это опубликование такого плана. Потому что я не исключаю, что вот долгосрочное финансирование Украины это является одним из важных элементов, который будет торжен в плане. Благосрочное, ведь там же еще важнейшая вещь была сказана. Мы ее тоже как-то забыли немножко с вами. На встрече Зеленского и Байден было сказано о сотрудничестве военно-промышленной сферы. А я не исключаю, что это тоже будет заложено в план, который будет вынесен доложен Конгрессу. А это долгосрочное мероприятие. Когда мы говорим о том, что Байден вывел отношения с Зеленским договоры о гарантиях безопасности на совершенно новый уровень Конгресс должных утвердений, мне кажется, это как раз все это звенья той цепочки, которая тянется к принятым в апреле законам о поддержке, где говорилось о необходимости высказать план победы. Вот это, конечно, не все звенья, но это важные звенья. Я думаю, что очень скоро мы узнаем план победы в Украине. Вот это будет по-настоящему интересно. Евгений Вадимович, тогда последний вопрос на сегодня, не так уж много времени до конца эфира. Скажите, на сегодняшний день КГБ, коллеги, ну, вот глобально, да, Лубянка, условно, в состоянии начать революцию, в состоянии опрокинуть Путина, в состоянии поднять народные массы. Ну, все время, вот, ФСБ, как его предшественник, это исполнительный орган. Он никогда не обладал суверенитетом. Никогда. Понимаете, его руководители меняли, как перчатки, по первому решению. Разгоняли, преобразовывали, сокращали, делили и так далее, и так далее. Это не субъект самостоятельной деятельности. Это важный механизм власти диктатора, который работает по двум принципам. Первое, что положено, и второе, что позволено. Ему сегодня много позволено того, что не положено. И на это пока глаза начальник закрывает. Потому что то, что он требует, то, что положено, ФСБ делает. А главное на сегодня это обеспечивает атмосферу страха в стране. Страха в элитах, страха в предовых гражданах, страха в политическом мире. С этой функцией ФСБ справляется исправно. А то, что ФСБ может сама начать, если кто и начнет, то это более близкие структуры, это ФСУ. А кто-то стоит прямо совсем рядышком. Это в рамках дворцового переворота. Или вот иголочка от Министерства обороны, если Министерство обороны будет загнано в угол. То есть, только там может решаться этот вопрос. ФСФСБ, ну, каким для этого ресурсом? Никаким. Друзья, спасибо большое, что все это время были с нами. Подписывайтесь на все наши ютуб-площадки. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. Оставляйте свои лайки, комментарии не забывайте. И, конечно же, кликайте на колокольчик для получения новых уведомлений о наших видео. Их будет больше, 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 день это дня. Евгений Владимирович, спасибо большое, что были с нами сегодня. Костянь Иванович, спасибо вам, спасибо нашим терпеливым слушателям и зрителям. До следующих встреч. До новых встреч. Пока. До свидания.